Задание С1. Решить уравнение. Уравнение имеет вид 1 плюс логарифм от 9х в квадрате плюс 1. Равняется логарифм по основанию корня из 2 от корня 2х в четвертый плюс 42. Это первое. Буква А и буква Б. Нам нужно найти все корни, которые принадлежат отрезку. Отрезок у нас от 3 вторых до 5 вторых, включая концы. Для того, чтобы решать это уравнение, надо сначала преобразовать. То есть сделать одинаковые основания. Это и вот это. Как это делается? Через основные свойства логарифма мы можем вынести степень. Если подробно, то это мы будем делать так. 1 плюс логарифм. Первый логарифм мы оставляем без изменений. Тут все у нас чудесно. 1 равняется логарифм. Корень можно записать в виде степени. 2 в степени 1 вторая. И этот корень можно записать в виде степени. То есть получается 2х в четвертый плюс 42. В степени 1 вторая. Единицу можно представить в виде логарифм по основанию 2. Логарифм по основанию 2 от 2. Плюс логарифм по основанию 2 от 9х квадрат плюс 1. Равняется. Вот эта степень идет в числитель перед логарифмом. Эта степень идет в знаменатель перед логарифмом. Тогда у нас получается 1 вторая деленная на 1 вторую. От логарифма по основанию 2 от 2х в четвертый плюс 42. Почему я так сделал легко и просто? Все очень просто. В основании логарифма у нас стоит цифра. Она у нас больше 0 и не равна 1. А от того, чего мы берем логарифм, у нас будет строго больше 0. Потому что 2х это у нас больше либо равно 0. А плюс 42 это строго больше 0. Даже больше либо равно 42. Соответственно мы можем свободно избавиться от степеней и не писать никаких модулей. Когда у нас идет сумма логарифмом в одинаковом основании, это будет логарифм по тому же основанию от произведения 2 умножить на 9х квадрат плюс 1. Можно поставить вот такие скобочки, чтобы было видно, от чего берется логарифм. Здесь у нас идет сокращение. Эта дробь превращается в единицу. Далее записываем логарифм по основанию 2 от 2х в четвертый плюс 42. Так как у нас равенство двух логарифмов по одинаковому основанию. Основание у нас больше единицы, значит наши логарифмы будут возрастающими. То мы можем приравнять под логарифмические выражения. Получается 2 умножить на 9х в квадрате плюс 1 равняется 2х в четвертый плюс 42. Далее мы раскроем скобки, переведем подобные члены и решим. Получается 18х в квадрат плюс 2 равняется 2х в четвертый плюс 42. И видим то, что здесь у нас 18, 2, 2, 42. Так как наши все члены нашего уравнения кратны 2, мы разделим на 2. Таким образом мы уменьшим наши коэффициенты. Получается 9х в квадрате плюс 1 равняется х в четвертый плюс 21. Теперь перенесем все в одну сторону. У нас получается х в четвертый минус 9х в квадрате плюс 20. Равняется 0. Теперь у нас получается биквадратное уравнение. Для того, чтобы ее решить, есть много способов, но я предпочитаю замену переменной. То есть пишем букву Т равняется х в квадрате и начинаем решать новое уравнение. У нас получается Т в квадрате. Так как если у нас возвести левую и правую часть в квадрат, у нас получается Т в квадрате равняется х в четвертый. Далее минус 9Т плюс 20 равняется 0. Далее мы решаем через дискриминант. Дискриминант у нас равен b в квадрате. Это 81 минус 4 умножить на 20. Ну это будет 80. Таким образом у нас получается дискриминант равен единице. Т1, 2 будет равняться минус b. Минус b это минус 9. Получается просто 9. Плюс-минус корень из дискриминанта. Корень из дискриминанта, корень из единицы. Плюс-минус корень из дискриминанта. Дискриминант равен единице, значит просто единица. Деленное на 2а. Коэффициент перед Т в квадрате равен единице, значит просто пишем двойку. Т1 у нас будет равняться, если идти по знаку суммы, это 10 вторых. То есть 5. t второе у нас равняется, тут мы идем по знаку минус, это получается 8 вторых, соответственно 4. Это у нас совокупность. Теперь мы возвращаемся к старой переменной. То есть x в квадрате равняется 5, и x в квадрате равняется 4. Многие просто извлекают корни из левой и правой части, но я предпочитаю перенести в одну сторону и разложить на множители. У нас получается x в квадрате минус 5 равняется 0, x в квадрате минус 4 равняется 0. Это у нас совокупность. В первом случае у нас получается x минус корень из 5 на x плюс корень из 5 равняется 0. Во втором случае x минус 2 на x плюс 2. В данном случае мы воспользовались формулой разницы квадратов. Пятерка это у нас что? Это корень из 5 в квадрате, соответственно мы можем это расписать так. И каждое наше уравнение будет равняться 0 в том случае, если один из множителей, либо вот этот, либо вот этот, будет равен 0. То есть мы пишем x минус корень из 5 равен 0, x плюс корень из 5 равен 0. Во втором случае у нас x минус 2 равняется 0, x плюс 2 равняется 0. Это у нас получается совокупности для первого и второго, и это общая совокупность. А совокупность совокупности – это просто совокупность. Из первого уравнения следует, что х равняется корень из 5, из второго х равняется минус корень из 5, простым переносом через равенство, х равняется минус 2, ой, х плюс 2, и во втором х равняется минус 2, наша совокупность. Таким образом, мы часть а решили, мы нашли 4 корня. Часть b будет решаться следующим образом. Мы рисуем числовую прямую, мы рисуем числовую прямую х, на ней отмечаем наш промежуток, 2 третьих, 2 третьих это полтора, скажем, где-то вот здесь, полтора, и 5 вторых, 5 вторых это 2,5, 2,5, 2,5. Наши корни, а именно минус 2, это будет где-то вот здесь, минус 2, минус корень из 5, минус корень из 5 меньше, чем минус 2, соответственно, минус корень из 5. Вот, уже заведомо выпадает с нашего интервала, с этого. Они выпадают, заведомо выпадают из нашего интервала, соответственно, мы их уже не будем выписывать в ответ. Теперь надо решить, что у нас произойдет с корнем, теперь надо решить, что у нас произойдет с двойкой и что у нас произойдет с корнем из 5. Как тут поступать нужно? Значит, 1,5 это получается 2,25. Это под корнем. А 2,5 это у нас будет 625. Или 6,25 под корнем. Значит, что мы можем сказать? Что корень из 5 у нас точно попадает сюда. Корень из 5 у нас больше, чем 2,25 и меньше, чем 6,25. Значит, он будет где-то здесь. Корень из 5. Двойка у нас также будет... Двойка у нас свободно попадает в этот интервал, потому что она больше 1,5 и меньше, чем 2,5. Здесь вот будет 2. Таким образом, мы можем записать ответ. Ответ. По части А это у нас перечисление корней. Мы запишем так. Х равняется плюс-минус корень из 5. Х равняется плюс-минус 2. А буква Б у нас попадает только 2 корня. Вот этот и вот этот. Значит, х равняется 2. Х равняется корень из 5.